Семь дзен. Семь дзен. Семь дзен. Народзими у Владимира Короткевича отзначили 90-х годзе с дня народжения письменника. Народзими у Владимира Короткевича отзначили 90-х годзе с дня народжения письменника. Основой агрохолдингу став Аршанскі місяконсервовы камбінат. Галовная задача для перапрацовчага прадпраемства – нарастіць абйомы вытворчасті сельгазпродукції, забязпечыць загрузку вытворчах магутнастю. С чым сёння паспяхово справляюцца. Яшчы некалькі гадоў таму магутнасті камбіната былі загружены і толькі на трэць. Зараз жа ёсць уласная сыровінная зона. А гэта больж за два дзесяткі сельгазпредприемству, 112 тыс. гектаров сельгазугодзеў, а маль 70 тыс. галовжывёлы. Міна вітове яразвецё укладываецца шмат сілы ў сродкаў. Напрыклад, адрамантовалі памішкані старога свинокомплексу, дзецяпер утрымліваецца молодняк. Прыва гіда кілограма ў суткі. Для того, чтобы утилизірувать или закопать данный свинокомплекс бывший, нужно было 3,5 мільйона беларускых рубзей. приняли решение сделать реконструкцию. Для реконструкции понадобилось 4,5 миллиона рублей. Вот посмотрите, какие были помещения, какие стали. Створение агропромыслового объединения привело до модернизации и техничного переузброения филиалу. Зараз у Весцы Чурылова будет один из самых буйных молочно-товарных комплексов, различных на 2500 голов. Многие процессы тут будут автоматизированы, как выник, больше молока класса «Экстра». Перепрацовщики отримают якусную сыровину, что заусёды добра для любого вытворца. А кроме этого, на Аршанском мясоконсервовом комбинате идёт буда уництва нового забойного цеха. У перспективы – реализация буйного инвестпроекта. Мы нацелены сейчас, конечно, сводом нового цеха выйти всё-таки на Китай. Если мы выйдем на этот рынок, то, конечно, там объёмы такие, что в сбытии нашей продукции, я думаю, вопросов никаких не будет. Головное мета створения интеграционных структур у Пауночном регионе – отримание максимальной выгоды от вытворчасти сельгазпродукции. Досягнуть этого дозволить развитие сыровинных зон, снижение себекошту продукции, а так само замыцевание молодых квалификованных кадров. До речи, подписанный указ да в шерах преференций для агропромысловых объединений у тымлику и для работнику. Молодым специалистам жильё и службы у резерве, студентам аграрных ВНУ – додатковые стапенды и от будущих опрацедауцы. Створаются все необходимые умовы, как не стратить специалистов у вёсцы. Аграрный эксперимент у Витебской области уже даест аноучшие выники. Пауночный регион спрацевал с плюсом по показчиках у сферы сельской господарки. Темп росту вытворчасти сбожа и зернебобовых склау 107%. Молока – 104%, мясо – 107% в паровнании с аналогичным периодом минулого года. Если пилотный проект по створению агропромысловых объединений станет поспеховым, то будет узором и для інших областей. Инна Падрецкая, Вольга Масловская, Михаил Христофору. Новины. Аршанский район. Во Ушачах после реконструкции открыли мост прозраку Ушачу. Гэтую транспортную артерию чакали не только жахары поселка. Для транзиту и она так само мая великое значение. Одновили мост за максимально короткий термин у сего за погода. Як проходила реконструкция и что отрымалася у вынику – у сюжете Кристины Шинкаровой. Сучасное покрытие, обеспеченные тротуары и гаранты якости на 10 годзе. Во Ушачах после реконструкции открыли мост прозраку Ушачу, який за полгода кардинально змянюся. Конструкция узведена 55 годов тому. С тягом часу элементы мосту зносились. И он знаходился в арынном стане и потребовал капитального ремонту. Он уже провалился вниз был. Даже вот когда мы шли пешком по старому мосту, он уже вниз провалился был. Это даже было страшно ходить. За максимально короткий термин тут провели великую работу и обновили рух для транспорта. Уладковали бироговые опоры, водоотзведения, освятления, заасфальтовали дорогу и тротуары. Пешеходов зараз от машины отделяют и гароджи, и бетонные блоки. Работы по ароконструкции вялись и без выходных у весь светловой день. Нужно было заменить крайние опоры, потому что они были лежневые, и пошли критические просадки, которые могли привести к обрушению пролетного строения. То есть устройство буронабивных, обрушение буронабивных, сваи с устройством новых монолитных лигерей. Также для усиления пролетного строения были использованы рамно-неразвязная конструкция пролетного строения, устроена монолитная накладная плита, устройство нового асфальтобетонного покрытия, барьерного и пеленного перенабраждения, что повысило безопасность, пропускную способность. А последние два года проезд Великогрузов-празмост был заборонен. Конструкция могла не вытромать. За доставки грузов-объезд страты несли мясцовые предприемства. Зараз же мост открытый для транзитного руху у сих без включения видов транспорта. Першими на обновленный путепровод заехали груженные лесовозы. Очень большое количество, в частности, пять лишних чувств вхоза находятся на правой стороне, так назовем его, реки. А в основном мы грузимся, к сожалению, нет железной дороги в нашей родной Ушаччине, и мы грузимся на станции Полоцке. Соответственно, доставка груза туда еще больше удлиняла расстояние. Две частки поселка на час реконструкции моста были адресаны одна до одной. Треба было зарабить великий круг, каб объехать мост. Реконструкция путепровода была немахшимой без задаткового финансования на областным и республиканских узровнях. Здесь в центральной части находятся и детские сады, и школы, и все социальные объекты. Поэтому, конечно, было очень важно, чтобы в максимально короткие сроки мост был реконструирован. Да, реконструкция должна была проходить 9 месяцев, все это сделали за полгода. И здесь надо было высказать слова благодарности подрядной организации, конечно, и тем, кто изыскывал финансовые средства. То, что мост вот так вот за полгода сегодня начал функционировать. Открыть все путепровода стало радостной подеей для жахаров населенного пункта. Мы все объединились, поэтому очень рады. Это событие года, как для Ушач, так и для Ушачского района в целом. Большой объезд, большие затраты были. Очень неудобно было. А теперь, конечно, шикарно. Мы очень рады. Новый мост не только принес зручности и комфорт для жахаров Ушачау, а и для транзитных подорожников, которые рухаются у Докшицы и глубокая. Теперь шляк у этой городы стал кратейшим. Кристина Шенкарова, Ян Пчельников, Новины Ушачы. У Витебской области с начала года больше за 350 объектов нерухомости, которые не использовались, нашли новых господаров. Амаль, каждая третья побудова была продадена за аукцион. Агульная сумма продажу – амаль 4 млн рублев. У списа майомости, якую треба увести о оборот, у Витебской области включены 548 побудов. Дареча, основный способ надать новое життё объектам, які не выкорыстовываются – это продаж. Информация об аукционах змешчена на официйном сайте Комитета поддерж майомости Абл-Ваканкама, сайтах районных и городских ваканавчих комитетов. Дареча, основный способ надать новое життё объектам, специальную мобильную программу выкорыстовывают медики Витебской области при работе с хворыми на коронавирус и контактами первого взрывня. Распрацована она по инициативе Головного управления по ахове здоровья. Это своя особливая электронная база дадзиных, где есть вся необходимая информация про каждого пациента. Про выкорыстание новых технологий и агульную ситуацию в регионе подчас другой хвали коронавирусной инфекции – в наступном сюжете нашей программы. Полова дня на работе, другая для учебы. Вот уже месяц, как таких график, стал звыклым для пятикурсницы Витебского медуниверситета Дарья Хилько. Коли у ВНО объявили набор волонтеров для допомоги урачам, девчина отгукнулась одной из первых. Не застаться у боку подчас другой хвали коронавируса полечила своим обовязком. Зараз працую у колл-центра центральной поликлиники Витебска. У Ли Куперших Дарья протестировала и специальную мобильную программу, распроцованную для зручности медиков. У нас есть протокол, согласно которому мы должны опросить пациента, отметить это и ввести данные в это приложение. Ковид – это пациент или контакт. И дальше уже температура, есть ли у него какие препараты принимают. И отправляем запрос в бригаде. В каждой поликлинике есть бригада, собранная, которая выезжает на выезды к этим пациентам. И эта информация поступает непосредственно к ним. Это приложение помогает им собрать данные и уже им воспользоваться, когда они будут езжать на вызовы. Миновиты на работу поликлиник зарабили акцент под час другой хвали коронавируса. Пациентов, у которых инфекция протекает в легкой форме и без пневмонии, лечат с дома, как не перегружать больницы. Рост захворывания у Витебской области протягивается. Больницы меняют профиль. Треть у всех мест в установах Аховы Здоровья Витебского региона отдадены для хворых на COVID-19. На сегодняшний день у нас развернуты стационары как в областном центре, так и во всех регионах. Начальковичный фонд регулируется под лечение пациентов с COVID-инфекцией в зависимости от количества поступающих. Если брать по самому городу Витебску, то мы готовы еще дополнительно развернуть участковую в обменическую больницу, если в этом возникнет у нас необходимость. То есть мы готовы к этому. Посмотрим, как проживем в выходные. Если будет необходимость, со следующей недели она будет функционировать тоже для лечения пациентов с инфекцией COVID-19. У два раза у региона повеличена колькость кропок кислородной подтримки. Сенни кислород проводят у Центра медицинской реабилитации воинов-интернационалистов у Витебску. Зараз установа займается долечиванием пациентов, которые перенесли тяжкие пневмонии. Ясно первую хвалю коронавируса, мясцовые урочи сутыкнулись с небеспечной хворобой, отримали неоценный опыт. И теперь готовы, а при необходности, заняться уже не долечиванием и реабилитацией, а непосредственно лечением хворых на коронавирус. Наша задача не только наблюдать этих пациентов, продолжать рекомендованное медикаментозное лечение, также мы работаем, чтобы увеличить их физическую активность, чтобы улучшить их психоэмоциональное состояние, чтобы минимизировать риски развития осложнений. Для этого мы проводим и лечебную физкультуру, и психотерапию, и наш опыт работы в реабилитации, более чем 30-летний, конечно, нам в помощь. Поиспех лечения пациентов с коронавирусом залежит от своей часовой диагностики. У Витебской области сегодня працуют 6 лабораторий, где робят ПЛР-тестирование. У областных центров и Новополоцку. У первой декады Снежня такая лаборатория изъявится у Аршанским районе. Ольга Шмаргун, Ян Кчельников, Олег Чарняк, Новины, Витебск. Теория у практику. Витебске медицинске калечимя Академика Антонова адзіная навучальная установа у Беларуси, якая выпускае фельдшеров-эпідемиологов-гигиенистов. Рыхтовать специалистов санитарной бяспеки почали у далеким 1932 годзе. Зараз, подчас пандемии, минавіта эпидемиологи и гигиенисты стоять на передовой аховы громадского здоровья. На допамогу профессионалам приходят студенты колледжа. Такое практичное навучання – лепшая методика подрыхтовки специалистов, упэўнилася Кристина Шынкарова. Здравствуйте, мы представитель санитарной службы, врачки гигиенисты, гость консультанты, наши студенты. Учебный день Антона Каурленки почаўся с проверки выканания санэпид режиму у городской цырульни. Зараз у студента у медкаледжа практика. Подчас пандемии коронавірусу таких занятков под кераўніством эпидемиологу у городской санстанции на дзеючых объектах шмат. Контролююць выкананні масочных режиму використовуванні дезродков антисептиков. Мы соблюдаем все меры предосторожності. У нас есть бахілы, масочки, дезсредства для клиента, також для мастера. Обрабатываем пасле каждого клиента кресла, інструменты. Но это мы делаем всегда. При выявлении нарушений первичных мы направляем в адрес руководителя субъекта хозяйствования соответствующее информационное письмо с предложением по устранению этих нарушений. Даўтся короткий срок, несколько дней. Затем субъект информирует нас о выполнении этого, представляет наш адрес информации. В случае, если при повторном выходе, при контроле установлено, что субъектам не выполняются требования, он предоставил заведомо ложную информацию, значит, рассматривается вопрос, начинается административный процесс. На таких занятках у будучага эпидемиолога-гигиениста ёсь махшымысь деталёва вывучыць усе тонкості працы. На практике я побывал уже в трёх отделениях. Это отделение гигиены труда, отделение эпидемиологии и отделение коммунальной гигиены. В отделении гигиены труда мы контролировали соблюдение санэпид-требований, и эта практика поможет для работы в дальнейшем. Спецобовязка у студентов-практикантов на городской санстанции широкий. Одно из самых отказных доручений у размовы по телефону с пацыентами хворыми на ковид. В наши обязанности входит обзванивость больных, у которых положительный тест на коронавирус. Мы звоним им, их опрашиваем, согласно опросному листу, забираем данные. Далее вносим в базу как больных самих, так и контактных. Также вносим данные в единую систему Республики Беларусь. Не глядячи на складанную працу, студенты справляются. Про будущих коллег в одгуке только стануче. Это большое подспорье с учетом роста заболеваемости острыми респираторными инфекциями и коронавирусной инфекцией. Они, по сути дела, выполняют ту же работу, которую выполняют наши помощники врачей-гигиенисты, помощники врачей-эпидемиологов. Под руководством врачей участвуют в эпидемиологическом расследовании, работают с информационными базами, со статистикой, проводят оценочные мероприятия на объектах. В оконане элементарных правил обеспеки частое мытье рук, масочный режим и социальная дистанция не потребуют особливых намаханью, а ли от них залежит здоровье и житье нас и наших близких. Кристина Шенкарова, Ян Пчельников, Новины, Витебск. Обовязковый масочный режим, який объявленный в Рахиёне, дейничает так само у автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутных такси, як у местах массового знаходжения людей. Те все пассажиры крыстаются масками. Гэта проконтролявали эпидемиологи разом с супрацовниками транспортных компаний. В наступном сюжете подробя с ней. Кожную працовную измену водитель маршрутки Дмитрий Шираев упочиная со звыклого, хотя перритуалу. Да и с раствором опрацовывая поручни, дверы и сяденьи. Говорить, такие мероприятия не просто рекомендация специалистов, вымушенная необходность и клопот про пассажиров. Сород знакомых Дмитра и немало захворывших на коронавирус. И такая элементарная профилактика может перешкодить распаусюдживание хворобы. Каждый круг мы наконечно обрабатываем машину, поручни, где больше всего люди хватаются руками. Сами антисептиками руки обрабатываем. Маски 2-3 часа меняем. Проскальзывают руки в самих перчатках. Не очень удобно это. Лучше уже без перчаток, но обрабатывать. Про меры безпеки ненавязливо нагадывают и пассажирам. Такими вот памятками и объявами. Трымать социальную дистанцию у полтора-два метра у маршрутцы физично немахчима. У автобусе, цитролейбусе гэта складана уходзиный пик. Там у маска самый праймальный аксессуар для хромадского транспорта. Вот врачу еду, маску одеваю, чтоб не заболеть. И в чем советую, да, маску одевать. Ну, спокойно тогда. Меньше проблем. На воздухе можно без маски. Это я приготовила, что сейчас подойдет автобус, троллейбус, и я саду на него просто-напросто в маске. Нужно себя беречь. Не только без билетников, а и пассажиров без маски. Раницей понеделка у витебским транспорта шукают контролеры. Разом с ними у рейд отправились и урачи-эпидемиологи. Прикладно с 10-15 пассажиров автобуса, один мерами профилактики хребуя. С такими размова короткая, без наставлений. Только факты про небезпеку вируса и его имкливое распаусюдживание. А у якости президента одноразовая маска, как поездка у сёж была беспечной. Маска задерживает возбудителя, то есть не дает проникнуть ему в наши дыхательные пути, чтобы, если у человека ослаблен иммунитет, не пошло дальнейшее его распространение инфекции, уже из-за болевания непосредственно самого человека. Отказность за пассажиру без маски на пировозчика упакуль не ускладали. Однако транспортные компании сами затекавлены у выконания санитарных правил. Пассажиропоток опошним часом сменшился у разы. Кап-ситуация не стала ясче горшей, лепш поклопотиться про бяспеку. Наши контролёры пассажирского транспорта постоянно используют средства индивидуальной защиты. Это маски, перчатки. При проверке транспортных средств они консультируют в большинстве с пассажирами и с перевозчиками, с водителями. При проверке правильности провоза пассажиров они рекомендуют пассажирам, которые не используют средства индивидуальной защиты маски, носить их, чтобы обезопасить не только себя, но и окружающих пассажиров. У социальных сетках днями з'явился неоднозначный видеоролик. У центра Витебска молодые люди не пускают у автобус хлопцы без маски. Видео, хоть из-за усё постановочное, однако идея зрозумелая. Пакуль у Беларуси дейничая обовязковый масочный режим, выкористание индивидуальных сродков аховых – это социальная отказность кожного. У трэндзе маски индивидуальные сродки аховы от вирусной инфекции сё неактуальны, як николи. У пауночным регионі их вырабляюць многие предприемства и организации. Не застался у Баку и Витебске Дзержавный индустриально-технологичный колледж. Во установе адукации самые запотрабаванные и модные аксессуары гэтага года сотнями шиюць работники и навучэнцы. Протягне тему наш корреспондент Инна Падрэцкая. Новучанка Витебскага Дзержавного индустриально-технологичного колледжа Дзияна Макарова працюе у майстерні. Рабить ровные строчки – справа непростая, потрэбна практика. Ранее будучэй швачки вучэліся на пашыве пастельной бялізны, кашуль и халатов. А в гэтым годзі за пандэмію отточвуюць майстерства на масках. То, что мы шьём маски, мы оказываем помощь и людям, и сами тренируемся. На пашыв одной маски уходит мало времени, примерно 7-8 минут. Этот процэс несложный. Новучанцы колледжа шыють маски не толькі пачас практикі, але и пасля занятку. Работа паміш імі размеркавана. Одзін кройць, інші шыі, а трэці прасуе. Удзень вырабляюць каля пятисот штук. Шыють маски з натуральніх матеріалу – бязу і лёну. Для сродку індэвідуальныя абароны гэтэй тканіны выдатна падыходзіць, бо яны гіпоалір'єнны і зносостойкі. У выніку отрымліваюцца вось такі маски. Маски у колледжа вырабляють з початку пандемії. З приходом другої хвалі потреба у них знову узросла. Пашили уже каля 7 тисяч сродку аховы. Решили изготавливать маски сначала для работников нашего колледжа, для учащихся колледжа. Затем мы начали поступать у нас заказы от организацій, предприятий города Витебска. Начали изготавливать под заказ эти маски. Затем мы решили реализовывать маски в нашей торговой палатке. Тоже очень пользуюцца спросом. Дзяўчыны завжды застаюцца дзяўчынамі. І навыц шеючы маски марыць прапрыгожа і модныў сукенкі. На уроках моделівання распрацовываюць эскизы для наступных республіканскага фестывалі конкурсу «Млын моды». Будучы технік-технолог швейный вытворчасті Вольга Дадека, сё лето у першу неудильничувала у конкурсі і со своєю колекцією оденье для дзятей завоевала серобро. Мы представляли верхнеплечевую одежду, то есть пальто детскі. Це зимні одежды. Хотелось какого-то зимнього настроення, потому що зараз зима тёплый і снегу очень сильно не хватає. І поэтому ми вставили туда мех натуральний, і получилось так, необычно. Я вдохновилась прошлым результатом і решила для себе продовжити займатися і розрабатувати следующю колекцію. Рихтується в установі адукації і до обласної вистави інновоційній і технічній творчісті, яка жто год проходить весной. Колекція оденьня, сумки, декоративне пану, картини, на її представість більш за сотню експонатів. І над кожним под керівництвом майстрів працюють навчанці коледжа. Інна Подрецька, Дмитрий Котов, Новини, Витебськ. Тим, помошник президента Перостярох от формального виконання закону. Наприклад, з воротом об відеалінні нової паши для живёлы пройшла сім'я Захрагратканя Мойта. Сальчане лічит, що поле, яке їм дали, непридатне для випасу коров, і просяць замініць на інше. Каб вирішить питання, Анатоль Ленівич доручив спеціалістам виїхати на місце і провірити стан паши. Ісполкому даны рекомендації рассмотреть вопрос іменно з чоловіческої точки зрення. В рамках законодателства і личне подсобне хозяйство іметь право іметь пастбище, і хозяйство імеє право віделять ці пастбище в установленому місці, де ему, скажімо так, удобно. Але, тим не мене, подход должен быть именно з точки зрення «помога». І я надеюсь, що руководство района адекватно выйдет, розбереться, і все ж людям буде оказано помощь і содействію. Усе з вороти громадян взяты под особистый контроль помощника президента. Для помощника президента особистые приеми і промые телефонные линии махчымасть даведацца, чым живуть люди, што їх клапотить, як реагує мясцовая улада на проблемы людей. Климат і настрой у працовных колективах так само застаюцца у центры уваги Анатолія Линевича. Са студентами полоскага дзяршу университета йон абмеркаваў пытання молодзівы палітыкі, развіцця студатрадовскага руху, удасканалення системы адукації. Адным з ключавых моментаў сустрэчы стало пытання про доставлення адтерміновак ад службы ў арміі аспірантам і магістрантам ВНУ. Аказалася ў планах створыць ў Полоскім университеті военную кафедру і задзейничаць для гэтага будынак былога дома офіцэров. Аднак тое, што хвалюе молодзь сёння, далёка не обмяжовываецца стенами университета. Развіццё атомный енергетакі, крэдытныя пазыкі, другая хваля коронавіруса. І вядома ж агульная сітуація Україні. На сьогодні существують вопросы не тільки общественно-политичній ситуацій, хоча ми концентрируємо на них внимание і пытаємся донести і роз'яснити ситуацію, яка відбувається у нас в країні. Такі можливості – це тож дуже правильно. Тобто, в общіні с молодым поколінням, с людьми, на производствах, на діалогових площадках встраивається мнення мас. Тобто, люди сьогодні понимають той курс, ту политику і то направлення, в якому розвивається і відбувається країна. Встріча пройшла прекрасно, у нас була дружеская атмосфера, ми задавали вопросы на любу тему і нам давали повноценні відповіді. Живы даялог однолькова корисны і студентам, і працтавнікам улады. Йон дазваляє не просто обмеркаваць актуальнае пытання і выказаць розныя меркаванні, дає махчымыць молодому покалінню быць пачутымі. Разом знайсті рашэння. Нагатанакіравана работа обласной і городської громадських прийомных, які відкриліся нікалькі тыднів тому. Працтавніки обласного і городського виконавчих комітетів, члены громадських об'яднанню, готовія приймати ініціативи по питаннях конституційної реформи і інших актуальних проблемах країни і регіона. Депутати Палаты представників Национального сходу Республіки Беларусь Адвіцівській в області так само долучилися до роботи громадських прийомних у своїх округах. Радує активність наших граждан, ну і єсть дуже конструктивні предложення. Буквально сьогодні малолетній узнік, який прийшов з предложенням о том, що їх дуже мало осталось в живых, і вони розуміють значимість того, що вони должны дуже активне участие принять сейчас в патриотическом воспитанні подрастаючого поколення. Но пенсії, к сожалению, не такі больші, і прийшов з предложенням, щоб їх прирівняли к ветеранам Великої Отечественній Війни, і щоб вони змогли працюватися тими жальготами, що і ветеранам Великої Отечественній Війни. Разумне предложення, прийшов зроблення, це відповідно, це відповідно мені, як депутатам, буде переадресовано в пістоянну профільну комісію парламента по труду і соціальним вапросам. І я думаю, що буде положительно рішено. Громадські прийомні працюють у кожным районі в області. У Вітебську і она розмістілася у домі преси по вулиці Гоголя, 17. Графік дяжуствів і час роботи громадській прийомні публікують регіональні газеті і офіційні сайты ГАР Райвикан Камал. Депутаты у своїх округах вядуть моніторинг цен на соціально-значні групи товаров. Сабрана інформація будзі обагульніна і перададзіна у Міністерства антимонопольного регулявання і гандлю для реагування. Сітуацію по основних групах споживецких товаров отсочують і члены Савета Республіки і депутаты Палаты представніков. Так, у ближайші два тідні старшыня Пастыянной комісії по жилёвой палітаці і будовніцтву Палаты представніков націянальних асходу Беларусі Віктор Николайкін планує провести мониторинг цен не толькі на вызначеную групу харчовых товаров, а й на промысловую продукцію, каб не допустіць необхрунтованого росту рознічних коштаў напереды дні новогодніх святаў. За 10 місяців статистика говорить, що більші всього цены выросли на непродовольственні товары. Там порядка 7,3% статистика даёт. В то же время продовольственні в пределах 3,5%. Сферу гандлю так само пастоянно мониторит спеціалісты Дзержконтролю, мясцовая выконавчая улады, профсоюзной організація. Основным принципам цены утварэння у Беларусі з'являється сполучэння свабодных і регулюємых цен. А пошні, у першу шаргу уведзіны на соціяльно-значні товары. Гэта пэлныя віды масной, молочній продукція, макароннія вырабы і свежеагародніна. Патрымка і адаптація людзей з інвалідністю прайоритетны на прамок державній соціяльній палітики. А праця уладкавання адзін з важных на керунка у реабілітації. Наша здымышная група наведала Территоріальний центр соціяльного обслуговування насільництва Гарадоцкага района і пазнаємілася з яхо-выхаванцями, для яких, дзякуючы державны і чалавечай падтрымцы няма межу. Ранак у Славы Вагайцева, соціяльного работніка дзялі недземных і знаходження для інваліду Гарадоцкага района, починаєцца зазвыклых обовязків, сустрэччай суправадження выхаванців центра. Слава працює усяго паўгода. Дахэтага жиў у домі-інтернаці для дзяцей з асаблівастями психофізічных развіцця. А ў 23 гады соціяльні работнікі дапамаглі хлопцу одновіць дзеездольність і працю латкавалі. У маладога спеціаліста шмат обовязкав. Заняткі парабілітація і адаптація людзі з інвалідністю. Слава патрымліває сувість з выхаванцями центра, які паў час эпідэмі засталіся дома. Добрый день, Наталья Николаївна. Как ваши дзела, расскажите? Отлично! Харашо! Прекрасно! Млады работнік трымаецца ўпэўніна, але празнаецца, яшчэш мачаму треба навучыцца. Удячны свайму каліктыву за парады, дапамагу і дапрыню. Ми хочемо доказувати і показувати цьому обществу, що ми, ми способні бути полезними, ми способні йти вперед, ми способні образовуватися, тому що ми готові принимати це обществу, ми готові учиться новим вещам, не тільки обиденам. Він дуже добрый парень. Він дуже добрый, а доброта спасет мир. Поєтому його доброта, його желання быть, уметь все, його желання помогать людям це дуже багато, всьому остальному ми научимся. Я понимаю, що учимся все вместе, учиться он, учаться ребята от него, учимся ми, но все це, всьому ми научимся, все у нас буде хорошо. З допомогу держави Слава отримав кватеру у городку. Зараз робить рамонт. І говорить, що ніколі не треба спыняцца, треба добивацца сваїх мараў. Вось і Олег Смирнов у парта іде до сваїй мары, навучицца ходіць. У хлопцца діцячы церебральны параліч, йон займаецца дому і ў центры, а яшчы ў яго шмат захаплінню. У соціальний центр Олег ходзіць разам зі сваїй жонкай, Вікторай, яку і таксамо тут навучили шмат шамо. Тут шіць научилася пасте, в стельні платочки, таза танціва на кружок у нас, кулинарны. У нас самі любіі преподавачі, підсказываюць нам і помогаюць, обіцяюць з нами. Усяго, в Городовськім районі проживаю більш за паутары тысічі людзей з інвалідністю. І п'ятьдесяць сім'ї, у якій виховуюць дзяті інвалідів. Соціальну патрымку, отрымліваю кожны. Кристина Шінкарова, Станіслав Дудзін, Новіна Городок. Чемпіоны кондитарськага мастацтва, працтаунікі Віцівськай в області Паспяхова выступілі на 26-й міжнародній спеціалізованій аптовій выставі Кірмаші Прадэкспа 2020. Каля 20-й узнагарод прывезлі навучэнцы і педагогі індустріально-педагогічніга коледжа Віцівського дзержавного технологічного універсітета. С перамогай таксама вернулася і кандытор Віцівськ-хлеб-прама Надія Богатєнка, якая завоєвала гран-при конкурсу «Беларусь шоколадная». Профісіянала у кулинарной справы повіншавала наш корреспондент Іна Падрэцкая. Навучэнка індустріально-педагогічніга коледжа Віцівського дзержавного технологічного універсітета Вікторія Яковлєва аточвая майстерства лепки з теста. Практикуюця увесь вольнае двучобу час. Будучи пекар-кондытр, хоча стаць запраудным профісіоналам сваёй справы. Яшча більш развіваць кулинарні вздольнасці натхнілі в опытныя майстры, які выступалі на спеціалізованій густаві кермаші про ДЕКСПО 2020. Вікторія у першиню промалаудел у Міжнароднім чемпіонаті кондитерського мастацтва. Її робота з теста по мотивах народной каски отримала золота. Тяжелий процес роботи з тестом, але інтересно. Якщо приноровиться і потихоньку понимати його структуру, як то іграти с ним, то тогда получается що-нібудь інтересне. Конкурс дал можливість посмотреть на профісіоналу своєго діла, познаць якісь секрети, іх поговоріць, пообщацься, пасматріць на роботи, вдохновіцься. Удасканалювая своя кондитерські навыкі і Анастасія Казакова. Кулинарні шедеуру трыця курсніця робіць пернікуў. З допамоги харчовых фарбавальнікаў умела перетварае іх ўсаправдны твор мастацтва. Работы Анастасії – гэта фактична ядомая карціны. Адну з їх высока саніла журы на чемпіонаті ў рамках Прадэкспа, за што навычанку каледжаў взнагородзіли серебраным медалём. Потратили нормальне так ремене, конечно, потому што і надо і пряник выпить, потом надо его залить, он должен постоять, чтобы у нас не остыл, а засох, потом ещё нарісувать, это тоже должно быть подсыхать, чтобы поехать на конкурс, чтобы работа була хорошая. Усяго навычанцы і педагогі індустріально-педагогічнага каледжа привезли з выставы кермашу більш за 20 узнагород, серед яких золотые, серебраны і бронзавыя медалі, а так само дыплому удзельніку. Яны значна папоўнілі скарбонку досягненню каледжа, а новы конкурсныі работы обновіли экспозицію музея кулінарных скульптур. У выставачный зале заховываюцца десяткі конкурсных работ навучэнцев і выкладчаку каледжа. Усі яны ядомы, але спрабаваць іхнельга. Бо кожны кулінарны шэдэвар створаўся мінавіта длі прагажості. Юбавацца імі можна без конца. Перамогу кондитерскай бітві ў рамках Прадэкспа отрымала так само спіцайліст віцепс-клеп-прама Надія Багатенка. Вопытный кондитер отрымала высайшу узнагороду, узяла гран-при конкурсу «Беларусь шоколадная». Своё майстырство спіцайліст продамаставала у трёх номінаціях. Десерт, шоколадный 3D-торт і шоколадные аксісуары для костюма, дизайн якого распрацавала самостойно. Нужно було зделати 3D-торт трёхярусный. Первый ярус – вот у меня деревня. Верхний ярус – молодая дівушка. Ну і город. Беларусь – це все-таки не здання, улицы, предметы, а це люди. Поэтому у меня главный акцент – це люди. Што год представники Витебской в області становятся адным із лепших кулінара Україны. Кожны раз своїми перемогами яны підтверджаюць. У пауношным регіоні є шмат майстро, які могут зазвычайных продуктів зробіць апраудныя кондитерські шедевры. Інна Падрецкая, Дмитрий Котов, Новини Витебск. Колективу Витебскага обласного управління унутрных справ на гэтым тыдні представіли новага кераўніка. Палковніка міліцыі Андрея Любімова. А супрацовнікі Кастрычніцкага Рауз справіли новаселлі. Адбылася урочистая церемонія адкрыця новага адміністраційнага будынка. У мероприємствах прыняў удел міністр унутрных справ Беларусі Іван Кубракоў. У Витебскі он прыехаў з асаблівымі эмоціями. Сам узначаліваў обласное управління ў 2017-19 гадах. Таму Худка ўвёў новага кераўніка обласного ведымства ў курс справ, прадставіў коліктыву, ўручыў Андрею Любімову службовая пасвечэнні. А ў другой полові дня разам са старшыньёй обласного савета депутатаў Уладзіміром Цяренцієвам перарезаў червоную стушку падчас ўрачыстыга адкрыця Кастрычніцкага районнага аддела унутрных справ. Новый трохповерховый будынок на вуліце Цярашковый ў Витебску узвоззіўся з перапынками на працягу некалькіх гадоў. Прасторныя кабінеты абсталяваныя сучасный технікай. Єстюся неабходная інфраструктура для удасканалення професійных навыкаў правоахоўнікаў. Цір, спортывныя і трэнажорныя залы. Дарэчы тут змогуць займацца не толькі супрацовнікі, а й члены іх семьў. З нагоды новаселля Міністр унутрных справ Беларусі Іван Кубраков уручыў райадделу ключы адновага службовага аутамабіля. Ежегодно в Міністерстве внутрних дел мы планируем строительство, а також реставрацію зданий. Это делается для улучшэня, конечно, как работа сотрудников органов дел, так и качества обслужування населения. Фундамент улучшэня профессиональной деятельности однозначно сотрудников органов дел. Вы сами прекрасно понимаете, одно дело работать в здании, где условия, так скажем, и оперативности, и возможности защиты населения, оперативности выезда на места происшествий находятся на не совсем высоком уровне. Это, естественно, улучшит оперативность работы сотрудников органов дел, а так же улучшит качество оказания помощи населению. Но, естественно, оперативность прибытия на вызов, оно спасет чью-то жизнь, ну и окажет помощь жителям города Витебска. Супрацовники Кастричницкого районного отдела внутренних справ обслуговывают вяликий микрорайон с насельницвом больше за 130 тысяч человек. Это центральная частка города. До речи, у новым будинку разместилось так само отделение по громадянству эмиграции Кастричницкого района Витебска. Небеспечный скарб Жехар Витебска на уластном дачном участку наткнулся на боеприпасы часов Великой Чинной войны. Звыж трех десятков артиллерийских снарадов розных калибров. Увесь арсенал знищили специалисты саперно-пиротехничной службы войсковой части 55-24. Однако у якости сувенира на память мужчине засталась авиализная гильза со следами от куль. Наша сдымышная группа на уластные вочи убачила, чим война нагадывая про себе. Это наш участок. Мы с семьей разрабатываем, выращиваем картофель, различные овощи, морковку, бураки. Огород у 10 соток про здоровье от вязковых домов. Уроджай давно собран из усимнядауна трактор у Зарауполе. А некольки дзен тому Артем Орлоу приехал из Витебска до помогшей мати унести угноенни. И у центра участка наткнулся на металичный предмет. Одразу заразумел, земля отдала боеприпасы часов войны. Естественно, было интересно, что вообще там возможно, что там под землей лежит вообще. Потому что неоднократно на огороде и вообще на данном участке я тут в деревне прожил все детство. Находились тут и гильзы и тому подобное. То есть какие-то оголоски, отголоски времен Великой Честной войны. И был живой интерес узнать, что там вообще находится. Специалисты саперно-перотехничной службы вывезли из этого поля больше за три десятки снарадов розных калибров. На память Артему застались металличные обломки и вялизная гильза со следами от куль. По маркировце на ее мужчина высветлил, что такими снарадами стреляли французские артиллерийские гарматы. Сувенир покинул сабе. Веска Бялыновича в 15 километрах от Витебска на прамках Суража. По информации историков, у годы оккупации тут стоял великий немецкий гарнизон, а линия фронта проходила весной летом 1944-го. Это значит, знойденные боеприпасы проляжали у земли як минимум 76 годов. Арсенал у 300 снарадов невеликая знаходка для Витебского района. Специалисты рассказывают, бывало вывозили по 300-400 у тымлику и минометные мины. Что день саперно-перотехничная служба войсковой части 55-24 як минимум троече выезжает на выклики. У сезон сельгазработ небеспечных знаходок больше. Боеприпасы на спецаутомобиле вывозят на подрывную пляцовку и знищают. С тягом часу рэха войны не гучить родей, да и снарады не становятся беспечными. Прошло окисление взрывчатых веществ, взрывателей, потерянные степени предохранения всех боеприпасов. Поэтому они стали более опасны. Люди считают, чем больше он пролежал в земле, то есть заржавел, покрылся какой-то коррозией, прошло определенное количество времени, относятся к этому уже пренебрежительно. А это, наоборот, стало более опасным. Поэтому к этому надо относиться с большей предосторожностью и обходить всю страну. Про небеспеку военных знаходок попередживают и правоохоуники. Нагадывают, боеприпасы лучше не чапать, худшей набрать 102 и поведомить в дежурную службу. Голькаш Маргун, Олег Чарняк, Новины, Витебский район. 26 листопада сполнилась об 90-х годов классику белорусской литературы, нашему земляку Владимиру Караткевичу. Имя письменника вядомая далека за межами краины. По его творах поставлены спектакли, сняты фильмы. Дякуючи Владимиру Караткевичу, многие белорусы у першыню просякнулися интересом и вечеры и вечерыны. Як на родиме Владимира Караткевича ушановали его память Илья Лопатинске. Владимир Караткевич народился в 1930-м годе у Орша. Его дятинство пришлось на войну, юнацтво на тяжкие послевоенные годы. Житие не давало ему легких шляхов, але на супер как перашкодам Владимир Караткевич змог заховаць юнацкий романтизм, стать заправдным патриотом Беларуси и великим гуманистом. Его творы вошли ускарбнесу белорусской литературы. Владимир Караткевич унес знаковый уклад в белорусскую литературу. Открывал историю, мифологию, фольклор и открывал в результате белорусский детектив. Его черный замок Кальшанский это историю такой, якая не покинет никого с нас об Якова. Олеж Караткевич не только письменник и поэт. Ёнтали навиты драматург. Первую его пьесу званы Витебска поставили на Радзиме в Национальном драматичном театре имя Якуба Колоса в 1974 году. И до этого дух Караткевича живет в сценах театра. Владимир Караткевич проезжал в театр, читал свои пьесы. Многие артысты старейшее поколение были знаемы зима. Мне вельми подобается творчество Караткевича. Я починал с его твора «Веробьинная ночь». Для нас это имя вельми значное. Я вельми люблю Караткевича. Одним первых творов, которые у разе у меня в Дзятинстве было «Листи каштану». Это было легкое, прыгожое. Я памятую свои уражения от прочитания этой книги. А потом, когда я пришла в театр, оказалось, что я играла во всех спектаклях по Караткевичу, которые оставились в нашем театре. Память письменника шанует по всей Беларуси. У Арши на малой родзиме Мастак Дмитрий Талкачоу стварил мурал. Йон размещанный на доме, який выходит на улицу Караткевича. Великий портрет, а вакол цитаты з яго твору. У Витебску до 90-х годзі классики беларускі театр Лялька подрыхтавав п'есу «Скрипка Дрыхвызві» Расовы Пустачаў. А бібліотека ім'я Караткевича проводзіць хороші онлайн-конкурс паэззі. І яшчэ одна добрая традиція, якая шман галу існує у городзі на Дзвяной. Граматкасті працтавнікі Улады 26-го листапада ўскладаюць кветкі дапомніка Уладзімиру Караткевичу. І кожны з тых, хто прыходзіць сюды ў гэты восінські дзень, чытая сваіго Караткевича, ў творах якога знайшлі адказы на свае пытаўні. Очнь велика, канешт, актуальна сёдняшнього произведення «Колосе під цирком твоім». Был, ёсць, буду. Мінавіта гэтыя словы з верша Караткевича выбіты на ёго помніку. І радкі гэтыя стали прарочамі. Наш знакоміты паэт і пісьменнік назавжды застався з беларускім народам ў сваіх неуміручых творах. Ілля Лопатінські, Станіслав Дудзін, Олег Чарняк, новіны Віцебска. Чверцта годзі адраджае, заховувае і популярызуе народнае мастацтва. Сваё 26 годзі ў листападзе адзначаю культурно-гістарышный комплекс «Золотой ўкола» гурда Віцебска «Дзвіна». Дзень нараджання тут сустрэлі святочным квэст-экскурсам. Гастей комплексу пазнаёміли з яго гістарай, а так сама с творчастю майстров. С падрабязнастями наш коррэспондент Іна Падрэцкая. Разнастайных вырыбу працтавілі на дні нараджэнні культурно-гістарышнага комплексу «Золотой ўкола» гурда Віцебска «Дзвіна» яго майстры. Пеш за ўсё яны пазнаёміли гасте ўстановы з напрамками сваёдзейнасті, а іхня мала. На базі комплексу працюють тры дзясяткі клубных формырэванью, і некалькі отрымалі широкая громадская празнання. Народным аматорскім коліктывам Распубліки Беларусь на дніх стаў літературный клуб «Литкофейник». Свою творчыстю яго удзельнікі падалілися на свяці 26-годзе комплексу. Кружат листва і взалідають шагал на шуршаючій аллеї. Здесь поэль підбирає такі слова, от каторых осінній небо теплеєт. Павіншаваць ўстанову з днём нараджэння сабраліся дзясяткі людзей. Не обышлось ўсвято і без узнагороджэння супрацовніку. Гонорову грамоту і падяку уручыў старшыня Віцепскага обласнога савета депутатаў Уладзімір Цярынціў. Кераўнік депутацкага корпуса падкреслів, на колькі каштоўну працу выконвуюць работнікі комплексу. За 26 лет создано 32 объединення. Пятсот челавек, каторые сьогодні их падсіщаў. Десяткі тыч, каторые приходят на парядка околу полутыщі мерапрятий в течені года. І то, што діствіттіна сьогодні это живёт, даже в эти условия пандемія это очінь важна. Сохраняецца наша культура, развіваецца культура, сохраняецца нашы традиціў. Йісторая золотога кола налічывая 26 гадоў. Больш за шверцта годзі установа адрэджаў, заховывая і развівае традиційну культуру. Толькі ў гэтым годзі тром елементам гісторко-культурной каштоўнасті нададзіны статус нематериальны культурны спадчаны Беларусі. Адзін з їх, традиційную технологію спіральнага плятіння Гарадоцкага, Брасловскага, Верхнядзвинскага району і Города Віцебска презентавалі падчас свята. У нас традиційна технологія спіральнага плятіння, но мы немножечка изменили формы ізделі. Их как бы превратили в более современную. Вот есле посмотреть на колекцію, там ест сумачкі, ест караба, которые имеют квадратну форму, прямоугольную форму. Ест разные ізделі, в которых можно хранять які-то продукты, но ці ізделі також євляюця, представляюця сабо скульптурно-декоративні ізделі. Аднак головній каштоўністю комплексу застаюцца яго майстры. Тут працює мнозтва спеціалістів высокага узроўню, члены Беларускіх Саюзів Мастакоў і майстрів народной творчасті, лауреаты многіх конкурсів і фістывалів. Творчіскі колективи, участники клубних форміровані, мастера і сатрудники комплекса приняли участие в 15 различных конкурсах, фістивалях і празніках. І получили 5 наград, призовые міста, міждународних сабытий. Паэтамо это немало. Сьогодні культурно-гістаричний комплекс па праву лічыцца центрам народной традиційной культури. Золотой колас получай ў сабе глыбоку істаражытнаць і сучаснаць. Інна Падрецкая, Станислав Дудзін, Новіны, Вітебск. Купол крытага футбольнага манежа ў Вітебску здольны праслужыць каля паўста годзя. Праўзвядзенні пляцовкі примянілі ўсё лепшые з аналогічных аб'єктаў іншых регіонах Україны. Як обжываюць манеж юны футболісты і сталы майстры скуранога мяча? Наша здымачная група наведала спортывную арену і доведалася, як бесперапынна налажаны трэніровачны працэс для больш чым шастісот выхаванців спортшколы футбольнага клуба Вітебск. Як і театар пачынаецца з вешалкі, так і крыты футбольны манеж пачынаецца з распаранальню. Причым на пачатку мы завіталі ў трэнерскі пакой, дзе настаўнікі рахтуюцца да будушых занятків. Тут ўсё сур'йозна. Трэнеры складаюць планы і пішыць конспекты, бо кожная трэнероўка павіна развіваць пэуныя з дольністя іх падапешнах. А юная футболісты тэм часам перапрынаюцца па верхам нежэй. Дзе зручності тут ёсі специальнае помешкання, дзе можна помыць і высушыць спартывную форму. Няглежеші на свой юный узрост, хлопцы ўжо падарослому паравнуваюць, як яны займаліся раней, і як зручно стала гэта робіць зараз. Мы тренировались і в снег, і в град один раз було, і в дождь, но трэнер говорил, і будем в любую погоду займацься, і ну і займаліся. А щас под манежем намного лучше. Тепер хутка на тренировку юная спортсмен і лёгко ориентуюць ў лабиринте Калидору, які ведуть наш штучный футбольный газон. Крытый футбольный манеж звязаный з витебскім центральным спортивным комплексом зручным комфортным пероходом. Тепер ні снег, ні дождь, ні ветер ніяким чынам не змогуть азмрочыць тренировочны працэс. Некалькі кроков прас пероходны турнікеты вытрапляйці ў сапраудны рай для будышых зорок беларускага футбола. Дагэтуль було зламана шмат копьів, дзе размястіць спортывну арену. Обласным центры пайшли сваім шляхам. Крытый манеж органічна ўписаўся ў развіту інфраструктуру витебскага ЦСКА. Калюсё под рукой лягчай реагаваць і контраляваць тренировачны працэс. То, що було задумано в теорії, оно очень хорошо работает на практиці. Це близько все інфраструктура нашого стадиона. Це і раздевалки, і кафе, і гостиниці, де діти проживають. Опять ж, у любого тренера є варіанты проведення занятий, дзе в зависімісті ад пагоды. Высыта сооружэня 22 метра. Размяр поля 110 на 76. Атапливаецца газам, предусмотрена сістема освіщення. Управляецца сістемай «Умны дом». Нічого не зробиш, але большая шастка работы дітячих, антидарослого тренера, праходзіць на свіжым паветры. А клімэту па вношному рагіюні, як вяд дома капрызны. Наставнікі і їх подапешні тримали махчымысь займацца на велікім штучным крытым футбольным поле практична круглый год. Это прежзі всього інструмент для развитія детско-юношеского футбола. Можна это сравніть даже с этим інвентарем. Это только нам в плюс. Сумасшедшая база, которая пазволяє работать при любых пагодних условіях. Если вопросы какие-то были, ну, обычно вони були зимой, потому що тренироваться как бы старшим возрастам ще можна було, але детям младшого возраста було тяжело знайти, де тренироваться. Зал – це добре, але все одно, коли є такий прекрасний большой манеж, в принципі все вопросы по тренировочному процесу, вони ісчезли. Улучшилось, ну, качество поля, конечно же. Ну, і атмосфера тоже тренироваться намного легче, удобнее. Зараз у дітяшій юнацкой спортивной школі ФК «Витебс» займаюця більше за 600 выхованців. Так само у клубной академії вучаться каля 70 футболістів трох розных взростов. Маючи сучасную спортивну базу і развитую інфраструктуру, можна смело глядеть наперед і выховуваць будучих зорок айчинного футбола. Сяргей Місурагін, Олег Чарняк, Новини, Витебск. От справ футбольных до інших видів спорту мой колега Сяргей Місурагін падрыхтаваў чарговый анонс падзей наступных сямі дзён. Не гледяши на складаную эпидеміологічну сітуацію, адмену дітячих, юнацких, кадецких і молодзівых спаворністів, чемпіонаты Беларусі па гульнявых видів спорту не спыняюцца. На наступном тыдні запланованы хоккейные поядынки і матчы валібольнага розыгрышу. А ось праставнікі баскітбольнага і гандбольнага першінства отрымалі пэвны час надпачынак. Трыцаты юбілейні чымпіонат Беларусі па футболі сяротмушчынскіх каманд ўже стаў гісторай. Чымпіонай прайзёры отрымалі свае узнагароды, а неудачнікі отправіліся на паніжэні ў першую лігу. Ця перувага балечшыку як мінімум на три месяца пераклюшыцца на праставніков іншых видів спорту. Пачну агляць хоккейны екстраліги. Аршанскі лакоматы, які выступая ў мацнейшым дивізіоні, чакая выязное турне. Уча тверд третьяга Снежні наші землякі наведаюцца ў гості да Жлобінська га металурга. Сапернік размясті ўсі ўся рэдзіні турнірны табліцы. Аршанцы ідуць на пошнім месце. Гаспадары з'являюцца фаварытами гэтага пайадынку. І темніменш, шансы адабраць ашкі у лакоматыва заховуюцца. Знашно тяжей гэта будзе зарабіць ў наступный сустрэчы п'ятага Снежні, а шанс ўчакая пайадынок з лідарам адснейшого дивізіона Гомелем. Іграки з Берагосожы ведуть брадьбу за першы радок со столичным юнаствам. А таму зробіць ўсё махчы мэкап абыграть аутсайдера розыгрышу. У падру ПБ экстраліги 30-го листопада запланована сустрэча паміш пінскімі ястрабамі і Вітебскам. Зараз каманда обласного центра пайшла на карантін. І ўдзел ёю пайадынку застаецца пад вялікім пытанням. Калі сустрэча будзе адменіна, мяць ведзям залишыць тэхнічнае паражэння. Яшча два матчы запланованы на ся раду другого Снежні. У гэты дзень на Вапалцькі хімік наняся візіт до Барановецкага віатра. А клуд Берагоў Дзвіны павінен сустрэцца з Брэстам. Цяпер да інших падею суботу 5-го Снежні ў рамках 12-го тура 30-го чэмпіонату Беларусі павліболу Вітебскай маркава ДТУ правядзі домашній пайадынок супрдігомільска енергі. Дагэтуль падапешній Дзяніса Матвеєва яшчэ не абыгрывалі апанента. Але уличываючы, што каманда набрала неблагую форму, можна различываюч, што землякі дадуть сапраудны бой саперніку. Што да баскітбольнага клуба Рубоны і гандбольны каманды Вітебчанка, то ў іх розыгрышах згодна с календаром сустрэчэ пройдуць і ашчэ просты дзінь. Дзевятага Снежні гандбалісткі на выезде згуляюцца Сталішній Зоркай, а Рубонуццы 12-го числа таксамы на выезде правядыць матч з молодзевым составам Смокі Мінск. Сяргі Місурагін, Новіны, Вітебск. Лістапад перадає стафету Снежнію, а значыць худка новогоднія святы. У Вітебску пачаўся монтаж галовны ёлкі в області. Па традиція ёя усталёваюць ў центры горады на площа Перамогі. У худким часі она будзе ствараць святочны настрой жахарам і гостям обласного центра. Дарэчі стала вядома, калі ў хорадзі на Дзвіне пачнуць працаваць ёлочныя базары. Набыць новогоднія дрэва можна будзе з 19-го Снежня на 16 гандлёвых пляцовках. Па традиція ёны разместяться на Пулыцким, Смаленскім і Пауднёвым рынках, побыч з буйными гандлёвыми центрами, а так само на Пралітарской площі. С 12-го Снежня па сёмага студіня разгорнутся грацкі і кермашы з ёдзелам сельгасвытворців організацій промысловості, гандлю і громадскага харчування. Уся жадаючы змогуть купить товары па выходных днях з деліця раніця до 2-1 дня. Такім выдаўся сё літа апошні в осінські тыдзінь. Гэта була вынікова інформаційная праграма «Семь дзён». Сустрайнімся прас «Семь дзён» ў неделю на телеканалі Беларусь Чатныры, Вітебск. Усяго добрыха! Беларусь Чатныры, Вітебск. Беларусь Чатныры, Вітебск. Беларусь Чатныры. Беларусь Чатныры, Вітебск. Редактор субтитров А.Семкин